Радио Болткома. Утро на Болткоме. На прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Слышно ли нас? Видно ли нас? На связи ли с нами? По-моему, не реагирует наш гость. Павел скажется сейчас на связи с космосом. Мы какое-то время назад, какое-то уже достаточно значительно, около полугода прошло, связывались с господином Ирбеншем, который от Латвии был одним из участников Европейской космической программы, опутал заявку на полёт в космос в качестве космонавта. Там был значительный отбор, и хотелось бы поговорить, как вот все эти туры прошли. Но, похоже, мы действительно Пауса не слышим, хотя неплохо видим. И он что-то нам говорит. Нет, ничего не говорит, пока только... А, вот сейчас у нас связь. Причём связь, опять же, через космос, через спутник же мы связывались. Всё вот на тему Пауса. Паус, мы сделали такую вводную, что какое-то время назад встречались с вами, говорили о том, что в том числе вы подали заявку на конкурс на вот эту европейскую программу космонавтов. Расскажите, что были за отборочные этапы, через что вам пришлось пройти и чем всё закончилось? Да, доброе утро всем. В принципе, весь отбор состоит из шести этапов. В первом этапе претенденты давали свои CV. Космос пока замирает немножко. Все свои долгосрочные, скажем, за рубежом готовы. Алло, слышите? Ну, как-то так, всё время прерывается. Связь немножко подводит нас. Сейчас, может быть, попробуем перезапустить, как вы, коллеги? Так, сейчас. А, нет, вот сейчас нормально. Так, сейчас пошло, да. Да, да. Попробуем тогда продолжить. Менял интернет немножко. Да, да, да. Шесть этапов, в том числе CV, ну а дальше мы не слышали. Да, ну вот, то есть в первом этапе претенденты подавали свои CV, отвечали на очень много вопросов про себя, про свой опыт, про то, где они работали и так далее, и так далее. И вот, выходя из этих вопросов, уже был первый отбор, где прошло буквально не больше шести процентов людей. Я был тоже одним из тех людей, которые прошли этот первый отбор. И вот из всех 23 тысяч людей, которые подали заявки из всей Европы, на второй этап отбора были приглашены всего 1300 людей. Я был одним из них, вот, и на этот второй этап отбора уже мы ехали в Германию, в центр полётов, по-моему, германского агентства космического, где они, где мы должны были пройти очень детальные психометрические и психологические тесты. И вот, выходя из этих тестов, уже они могли понять, кто более психологически готов будет стать астронавтом. А в чём сложности? Вот, к сожалению, вот этот второй этап я не прошёл. На третий этап пригласили, по-моему, где-то 400 людей. Ну, так что, к сожалению, мой путь к астронавтам кончился. А эти шесть этапов когда закончатся? То есть, ещё не завершилось? Ещё не завершилось. Это планируется, в принципе, к концу этого года завершиться уже. Целый год ещё будет. А в чём проблема? Что так сложно пройти этот психологический этап? Ну, себе можно только представить, ты садишься в это замкнутое пространство, уже так себе некомфортно. Ты куда-то там летишь на километры в высоту, непонятно, что с тобой там произойдёт. Ну, какие-то специфические требования, должно быть, предъявляются, да? Да, вот, в принципе, у меня была возможность консультироваться с руководителем отбора астронавтов предыдущего раза, который был в 2009 году. Я его просто позвонил ему, спросил, может ли он помочь нам здесь всем, не только мне, а всем претендентам из Латвии. Он, к моему удивлению, согласился. И вот мы с ним, да, уже в процессе подготовки, с ним вместе с другими претендентами из Латвии очень много консультировались. И, в принципе, он сказал такую интересную вещь, что Европейское космическое агентство, да и НАСА, и в других странах, где отбирают астронавтов-космонавтов, ищут людей с очень специфическим, скажем так, психологическим портретом. Это люди, которые готовы долгосрочно быть одни, но в то же время они должны уметь работать в команде, да? Это что-то между интровертом и экстравертом, да? В то же самое время это люди, которые не специфически знают только одну свою вещь, там, электронику или медицину или авиацию, но это люди, у которых мозг может работать в многих сферах, если так сказать, да? Так что там очень много маленьких нюансов, которые я даже сам не понял, может быть, но то, что я изучил из этого сам для себя, конечно, гораздо больше, гораздо важнее для себя лично. Я бы сказал, журналисты Радио Болткома обладают этими свойствами. Многозадачность, умение работать и в команде, и в одиночку. Это правда. И только что мы доказали, что в электронике специалисты и в медицине каждую неделю с Никитой Троянским и психологией, безусловно. Ну, слушайте, вы сделали всё, что от вас зависело, вы подали заявку, вы решились, вы попробовали, вы молодец и, в общем-то, герой. Но скажите, помимо вас, были же ещё несколько участников, кто-то дальше прошёл от Латвии? Вот мы знаем, мы вместе были где-то 10 людей из Латвии, которые вместе давали заявку, вместе готовились друг к другу, помогали. Но в общей сложности из Латвии заявку дали 81 претендент. Так что это очень даже хорошо для Латвии. И даже на заявку должны были люди пройти медообсмотр коммерческих пилотов. И это уже такая большая барьера, чтобы это пройти. Так что мы можем годиться уже тем, что 81 человек из Латвии дал заявку. На вот эти отборы в Германии, по нашим оценкам, были пригласены 6-7 людей. Я знаю 5 людей, которые пригласили, ещё один, который я видел в интернете, сказал, что его туда пригласили. Но 5-6 людей, я думаю, на этот первый отбор вышли. К сожалению, всех, у которых я знаю, в месте, в котором мы готовились, все получили отказ от дальнейшего отбора. Я ещё надеюсь, что всё-таки кто-то, может быть, из Латвии получил приглашение на третий отбор. Я знаю, что из Литвы один человек получил приглашение. Но вот больше, к сожалению, информации на данный момент нет. Ну, держим кулаки за того смельчака, который один остался. Да, да, вот это обязательно. А насколько, вот мы говорили о том, что сейчас стартовал проект с космическим телескопом, вот насколько Латвия вообще принимала ли какое-то участие, хотя бы косвенное, может быть, потому что это, я понимаю, всё-таки тоже такие большие проекты, которые решают несколько стран, принимают участие. Да, если смотреть на Джеймс Уэбб телескоп, латвийские учёные, к сожалению, в нём участия не принимали, потому что это уже такой исторический проект, который начался, по-моему, 20 лет назад. И тогда Латвия ещё не была членом Европейского космического агентства. Но вот этот конкретный телескоп, у него такая длинная и сложная история. Изначально он планировался как очень простой и очень дешёвый телескоп, но всё время разработки его расходы выросли, по-моему, 20 раз. Что-то такое было, я с головы не помню. Но проект очень-очень сложный, очень рад, что его наконец-то запустили. И мы, наверное, очень много чего нового узнаем о Вселенной. Но вот конкретно на этот проект Латвия участия не имела. То, что могу, наверное, что можем нашим слушателям рассказать, что есть одна латвийская фирма, которая принимает участие в строительстве новой космической станции, которая будет сделана на орбите Луны. Наргейтвинг называется, и там наша латвийская компания разрабатывает насос для топлива, ксенона, который должен будет использоваться и для станций, и для ракет. Так что это очень серьёзная часть всей станции. Круто, гордимся нашими. Но, в общем-то, не с числа этим проектом. И недавно буквально ваши подопечные, студенты РТУ, запустили собственную ракету. Да? Да, да. Расскажите, что это, что это, что за ракета? Далеко ли улетела, что дальше? Ну да, ракета, скажем так, никуда далеко не улетела. Она поднялась на километр 200 метров. Это, в первую очередь, был такой образовательный проект. Если вы помните, где-то 5 лет назад я с своими единомышленниками мы начали строить тоже ракету с планом достичь космоса. Вся 300 километров. Но мы где-то 3 года назад пришли к такой ситуации, что просто не хватает инженеров, не хватает людей, которые готовы в это вкладывать время. Мы поняли, что нужно взять два шага назад и начинать обучать новое поколение. И вот 2 года назад мы начали вместе с Личком техническим университетом мы создали команду из студентов, которые постепенно с так же шагом начали сами учиться строить ракеты. И вот постепенно первые полгода ничего не происходило, потом вторые полгода мы уже что-то начали строить, какие-то элементы. И вот последние полгода было, скажем так, успешно. И студенты закончили все элементы. Они построили и корпус ракеты, который может выдержать все перегрузки. И они построили и навигационную систему, радиосвязь. Они построили всю навигацию. Так что это был очень сложный образовательный проект. Но выходя из того, что они сейчас делали, мы уже можем делать второй шаг, уже строить ракету, которая уже выше может полететь. Ну и потом уже до космоса нужно все-таки добраться. То есть вы воспитываете, можно сказать, таких новых цандеров? Ну да, да, да. Так мы можем разговаривать, да. Насколько вот это участие в этих проектах действительно может открыть каких-то новых, интересных, не знаю, звезд науки? Кто-то сделает, может быть, карьеру дальше в этой отрасли? Да, вот именно вы очень хорошо эту идею поняли, что наша тоже цель не просто там строить ракеты, потому что если реально посмотреть в Латвии, строить и запускать ракеты, это физически невозможно. Но вот это строительство ракеты, оно дает возможность студентам учиться, как вместе работать разным специалистам. Потому что, чтобы построить ракету, там должен быть механик, который строит механические части. Там должен быть специалист по материалам, который должен понять, как правильно выстроить корпус ракеты. Там должен быть специалист по программированию, по радиосфразе, по радиоэлектронике, по сенсорам. И вот каждый один, вот если они учатся в своих факультетах, они учатся чисто по своей, может быть, сфере. Но вот когда вот такой большой проект по строительству ракеты, они учатся работать вместе. И это, наверное, самые основные навыки, которые мы хотим им дать, потому что в будущем все, где мы видим продукты и технологии с большой добавочной стоимостью, это везде продукты, где разные технологии вместе идут. И наша задача – дать им такую возможность это делать. И потом они научатся строить. Если они научатся строить ракеты, они смогут и мобильный телефон, и радиоприемник, и разные другие сложные технологии разрабатывать. Вы упомянули, что в Латвии не хватает инженеров. Но в последнее время, на мой субъективный взгляд, как раз-таки стало меньше интереса к таким странным профессиям, как пиарщик, например, меньше уже идут на юристов, а все больше как раз-таки интересуются молодые люди точными науками, и IT различными направлениями, и в том числе инженерией и так далее. Разве это не так? Это так. Тенденция очень правильная. Но все равно спрос на таких специалистов больше, чем их имеется, чем выходит университета. И я лично говорил, как президент Латвийской космической ассоциации, имею возможность говорить с разными компаниями, которые в сфере космонавтики, и которые потенциально могут там найти свои ниши. Они все говорят, что просто не хватает людей, чтобы разрабатывать новые технологии. Есть идеи, что можно сделать. Ну просто, действительно, есть даже деньги, но не хватает людей. Так что тенденция у нас правильная, но все равно их до сих пор не хватает. Когда можно ждать прорыва, может быть, в технологиях? Потому что мне кажется, что за последние 50 лет многие были разочарованы тем, что в последние 50 лет не было каких-то значительных прорывов. После того, когда человек прилетел в космос, высадился на Луну, все ждали продолжения действительно, ну такого же рода таких вот успешных покорения Марса. Продолжение. И вот казалось, что 50 лет как будто бы были потрачены впустую, то есть человечество как будто бы остановилось в покорении космоса. А зато у нас есть ТикТок. Ну да, вот уйдя куда-то в какие-то такие технологии совершенно другие. Можно ли ждать действительно каких-то новых прорывов, полета на Марс, каких-то покорений, может быть, строительство лунных каких-то станций постоянных. Вот чем могут вдохновить молодых ребят нынешние технологии? Да, вы правы, такого прорыва не было. Этот первый прорыв, наверное, был связан с тем, что было состязание между Америкой и Советским Союзом. Наверное, мы можем сказать, что сейчас тоже уже назрывает такое маленькое состязание. Китай дал очень как бы эти амбициозные цели, и Европа, Америка тоже понимают, что нужно идти более агрессивно вперед. Я думаю, такое маленькое состязание уже нагнетается. Но первый такой большой прорыв, я думаю, будет тем, что Европа и Америка уже планируют в течение 10 лет посидеть опять людей на Луне. То же самое планирует Китай, то же самое планирует Россия, то же самое в будущем планируют и другие страны. Так что, в принципе, такой прорыв уже нагнетается. Я думаю, да, даже если смотреть на этот отбор астронавтов, о котором мы вначале говорили, Европейское космическое агентство даже в самом начале сказало, что тех людей, которые мы сейчас отбираем, они, скорее всего, будут те люди, которые полетят на Луну и будут там уже не только высидеться, но уже будут строить лунную базу и будут там работать. Так что, я думаю, этот прорыв уже недалеко. Осталось только дождаться максимального участия, во-первых, латвийцев, а во-вторых, латвийских компаний во всех этих программах. Огромное спасибо. Мы прощаемся с Павловым Ирбеншем, президентом и председателем Совета ЛАЙК Латвийской Ассоциации космической индустрии. Спасибо за космически интересный рассказ. Хорошего дня и успеха, и развития вам, вашим студентам и космической отрасли в Латвии. Пока. Спасибо вам. Мы с Олегом прерываемся, но скоро вернёмся. Мы знаем, вы слушаете.